В этом году Ивенский Новый Год Хабденек колымчане встречали в 20-й раз. Праздник отмечается в день летнего солнцестояния. На полянах устья реки коренные народы разбили 13 стойбищ и в 5 утра, следуя древним традициям, встречали новое солнце. Праздник отмечается в день летнего солнца. В традиционном Ивенском календаре 6 времен года. Началом же его считается самый длинный день в году, день летнего солнцестояния. Не имея письменности, Ивены придумали счет месяцев по частям человеческого тела. От кисти правой руки к левой руки через темя на голове, которая символизировала вершину или середину года. Хабденек – это древний ивенский обрядовый праздник. Корни его уходят очень далеко, но в Магадане он возродился впервые в 1996 году. Я был тогда председателем, нет, я был в правлении городской ассоциации, и мы впервые его провели. Именно вот на этом месте, немножечко даже ближе к реке, нас было всего 50 человек. Это был первый праздник. Затем, в следующем году, нас уже было 150 человек. А праздник этот горожане очень полюбили. Праздник очень необычный. Необычен тем, что мы встречаем его в 5 утра, на рассвете. Когда всходит солнце, мы начинаем свои обряды, поклонение огню, поклонение тайге, природе. Это летнее противостояние. По нашему ивецкому календарю у нас меняется год. В России, например, на Новый год, а у нас именно на 22 июня. И календарь у нас начинается с 22, ну или, может быть, там, 23-24 июня. Новый год коренные народы Севера встречают под звуки бубна, варганы и песнопения предков. Чтобы следующий год был удачным, они проводят обряды «Благодарение земли, встреча солнца, зажжение и кормление священного огня». Ты гори, огонь, согревай всех нас. Я кормлю тебя, чтобы ты не газ. Чтоб для всех был добр, чтобы всем был рад. Ты нам друг, огонь, ты нам верный брат. Разливай вокруг свой смолистый дух. Я кормлю тебя, чтобы ты не тух. А для полугодовалой овенчанки Виктории старейшины провели обряд встреча нового человека. Для этого девочку завернули в зайчью шкурку. Чтобы была хорошей мастерицей. И вырезают фигурку птички, к примеру, совы. Чтобы была мудрой. Фигурку человека, как охранителя души ребенка. И сейчас по древнему обычаю старейшина благословит малышку и совершит ритуал при общении к семейному очагу. Помажет оленей кровью. В этом году на Хаденеке прошел традиционный свадебный обряд для двух молодых пар. Все как делали предки. Праздничные танцы, национальные костюмы и пожелания много детей, оленей и хорошей жизни. На жениху невесте связали руки лентами, как это было принято в старину. Чтобы брак был на всю жизнь. В этом году на Хаденеке прошел традиционный свадебный обряд для двух молодых пар. Было очень волнительно, да. Решили здесь сделать, потому что это день летнего солнцестояния. То есть это уходящий старый год, все остается в прошлом. Наступает Новый год после долгой тяжелой зимы. Это то есть целое лето и, можно сказать, новая эпоха. И поэтому мы решили связать свои брачные узлы именно в этот день по национальному обряду венчания, то есть в ивенском стиле. В этом году на праздник съехались представители общин коренных народов Севера из различных округов Магаданской области. Каждый год построил традиционное ивенское жилище Чаромадю. Гостей угощали национальными блюдами. Например, всеми любимой ухой показывали изделия народных ремесел. Ивены считают, экономить на праздники нельзя. Иначе год будет плохим. По итогам конкурса лучшее стойбище было у представителей Северо-Ивенского округа. Приезжает Северо-Ивенска, приезжает Самсучана, Симчана, Сусумана, Ягодного. Ну а близлежащие поселки здесь все обязательны. Сегодня у нас, не соврать, больше 10 юрт. А юрта – это, предположим, поселок Клепка или поселок Ола, поселок Талон, Малаганная, ну и так далее. На веревке Делбурге, что означает «лететь через врата в небо», люди завязывают лоскутки с добрыми просьбами к богам. Один из важнейших обрядов – это обряд Делбурге. На этом обряде завязывается веревка или что-то такое подобное, и на него навязываются ленточки. Ленточки, и человек загадывает желание. Вот это один из таких мощных обрядов. По этому желанию, вот я, например, врать не буду. 20 лет назад у меня заболела супруга, мне обнаружили темное пятно на лёд. И на одном из праздников я пожелал, чтобы она выздоровела. И вот к удивлению, к нашему всевозможному удивлению, моих родственников, друзей, сородичей, она выздоровела, и до сих пор лёгкие у неё в порядке. Всё об этом даже писали в Ковцомольской празднике. Об этом случае была фотография, ну сам по себе эпизод такой изжительный. Праздник ФДН посетили и первые лица города, чтобы поздравить представителей коренных малочисленных народов. Этот праздник, это наш праздник, праздник нашего колымского братства. Потому что здесь, на нашей колымской земле, в мире дружбе и согласии живут представители самых разных национальностей. А праздник коренных малочисленных народов Севера для нас стал нашим собственным праздником. Потому что мы все действительно по-настоящему ценим всё то, что сохраняет традиции малочисленных народов Севера. И прекрасное искусство, которое демонстрируют здесь все наши представители, практически всех наших муниципальных образований, доставляет нам радость и удовольствие. Я хочу всех вас, всех поздравить с этим прекрасным праздником. Пожелать всем всего самого доброго, удачи, добра, хорошего настроения. Пусть всегда царит дружба и согласие у нас на нашей прекрасной колымской земле. Мы живем с вами в многонациональной стране, в многонациональном городе, где проживает более 90 национальностей. Мы бережно храним традиции каждого народа, который проживает здесь. И вот сегодня, в этот день, еще и латыши празднуют праздник Лига, и мы будем вместе с ними праздновать этот замечательный праздник Лига. А сейчас хотел бы сделать подарок, потому что в новогоднюю ночь всегда делают подарки. У нас одна из самых многочисленных ассоциаций коренных малочисленных народов Севера в городе Магадане. И мы решили вместе с депутатами Магаданской городской думы подарить им 100 тысяч рублей, для того, чтобы они обустроили свое помещение, приобрели то, что им нужно для обычной работы общественной организации. С праздником вас всех! С Новым годом! Завершили праздник соревнования по национальным видам спорта. Борьбе, перетягиванию палки и метанию маута. Молодежь и старики встают в хоровод, провожают старое солнце традиционным танцем, который символизирует надежды на счастливое и светлое будущее. Все взоры гостей праздника обращены на сопки. Там уже встало рассветное солнце, а значит наступил Новый год. Есть! Не Transleseайя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok